Всем хай, с вами Юджин и я что-то подмерзли конца, все потому что мы в the long dark играем и мы выживаем, нам нужно выживать, я устал, что же делать если я устал выживать, но вы не дадите мне умереть, да, вы не отпустите меня просто так, я должен выживать ради вас, ну тогда понеслась. Сука, сука, я ненавижу тебя, тварь, они опять обновили игру, посмотрите, они просто запороли, хотя нет, вы обновите, все нормально, простите, я подумал, что моя игра не сохранилась и все заново придется делать, нет, все нормально, мы выживаем с вами, у нас челлендж кочевник, и мы его сейчас будем с вами челленджить, давайте спать уйму часов, мы не можем, мы не устали вовсе. А что ты такой запыхавшийся чувак, слышишь, он что-то прям так дышит, не нравится мне это что-то, давайте-ка зажрем чем-нибудь наше горе, мы горюем, ребят, мы одни здесь, а Астрид где-то там выживает сама по себе, погодите, это же сюжетная кампания, поэтому мы даже не знаем, кто такая Астрид. Это наша история, где я, Евгений, Юджин, выживаю, а не какой-то там Маккензи, нет Маккензи, это альтернативная вселенная. Ладно, мне придется тупо ждать 7 часов. Я что, в карты играю сам с собой? О, зашибись, теперь можно как раз таки лечь, спать, наверное, 5 часов. Я забыл попить, ай-яй-яй, прокосал себя, вот это я, вот это я зачем? А зачем же я так с собой поступил, ну? Евгений, не поступай так с собой больше никогда, давайте чашку травяного чая хлебнем. Бонус, более эффективный отдых, сон. А мы выспались, у нас есть риск растяжения, потому что груза много, но я его никуда не дену, я его оставлю. Я люблю таскать дофигища груза. Наконец-то, день настал, я не хочу просто стоять тупо в этом месте и ждать, пока все мои ресурсы выдохнутся. Нам надо для более эффективного и комфортного выживания понакрафтить всякого. Значит, надо кроликов идти гасить, ничего не поделать, но придется. Высушенные кишки нужны, чтобы сделать капкан кроличий. Или просто камнем швырнуть, нет, такое мне не нравится, потому что это негуманно, понимаете? Убить кролика лучше капканом, где вот эта петля его задушит. А вот эта маленькая для чего, непонятно? Если вдруг маленький кролик решит залезть в капкан. Гуманно, что тут сказать? Смотрите, медвежья шуба как выглядит, лицо медведя здесь. Зачем оно тут? Кто так делает вообще? Может быть, это как в Five Nights at Freddy's, помните? Одеваешь маску мишки, и мишка думает, что ты тоже мишка. Наверняка так оно работает. В общем, первая задача это отыскать камней и кишочков побольше. Кстати, а что мы будем тупить? Не надо тупить, надо просто взять и сложить все барахло. И ходить налегке, и не будет риска растяжения. Бросить, бросить. Во, хорошо освободились. А теперь в путь. Добывать крольчатину, добывать кишочки. Ох, смотрите, как свободно иду. Резвый такой. А что это там такое? Смотрите, какая-то дуга. Это, наверное, дерево обвалилось. Что у нас видно здесь? Ничего. Я думаю, мы могли бы с вами сгонять в сторону амбара. Там точно есть кролики. И у нас задание такое, еще и три дня там прожить. Мы можем дойти до туда, там чуть-чуть пожить, вернуться сюда, тут чуть-чуть пожить. Отстой какой-то, не хочу так идти. Нет, я так не буду делать. Уверен, кроликов и здесь полно будет. Кстати, как там температурка? О, 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 о. Гулянка будет недолгой, чувствую я. Смотрите, так смешно качает пистолетом, как в старых шутерах. Там что-то есть. Это, наверное, труп. Отлично, труп оленя, то, что мне нужно. Мертвый олень и его кишочки помогут мне гуманно убивать кроликов. Как хорошо, что есть такое понятие в мире, как гуманность. Опа, и здесь охотник рядом с ним лежит. Топор! О, ес! Спасибо, чувак. Мне нужно применить дедукцию, поскольку это очень странно все было. Чувак с топором не стал бы охотиться на оленя, да? Нет, не стал бы. Он, скорее всего, рубил дрова себе, как выбежал олень. Но олень не смог бы убить чувака, тем более, что... Посмотрите, сколько выгрызли из оленя. Это точно не успел сделать он, потому что топор не был окровавленный. Это мог сделать только один человек. Мишка. Он был здесь, поэтому он не взял топор с собой. Он убил чувака и убил оленя. А олень, возможно, хотел предупредить чувака, что сейчас будет нечто страшное и ужасающее. Но не успел. Потому что... Ну вы поняли. Олень с будущей войны! Ой, опять опоздал! Надо обыскать тебя. О-о-о. Но они хуже, чем те, что на мне сейчас. Здесь были также вороны. Вороны! Они тоже участвовали в преступлении. Кстати, погодите. Пофигу на преступление, мне уже скучно его разбирать. Вот это что такое? Я никогда такое не видел. Куча камней. Пещера на вершине холма. Затерянная куча камней. Эта история еще не написана. Особая благодарность спонсору номер 93 за поддержку. Они добавили какую-то прикольную штучку в игру. Номер 146 из 165. Это столько кучек будет? А я... А моя кучка будет здесь? Потому что я как бы тоже спонсор этой игры. Вы думаете, нет? Вы хотите сказать, что нет? Не спонсор? Я играю в эту игру 5 лет. Уже почти 100 выпусков. Эта игра куплена мною. Я привлек огромное количество людей в эту игру. Мне нужна моя кучка камней. А вот, собственно, и сама пещерка. О-о-о. Тут есть чем полакомиться. Получается, тот чувак жил в этой пещере. Что за звуки? Это страшно. Не стало, вдруг не забыл. Я сам себя напугал. Не, не буду что бросать. Я все это домой принесу, понятно? Заткнись. Не ной. Круто, что топор нашли. Потому что теперь мы сможем быстренько олень разделать. Где-то здесь мох висел. В жопу мох. Нам нужен только олень. И я возьму и поставлю. Давай, урод, ставься. Посмотрите, что за наглость. Как-то так. Ладно, пусть будет так. Давай, давай, разгорайся, костер. Сволочь. Ладно, давайте юзать горючее. Слишком ветрено для разведения тварь. То, что ты предлагаешь мне. А, давай, гори. Гори. Добавить топливо. Хорошо, а здесь у нас мы можем использовать... Что? Выберите, сколько вы хотите собрать. Где я могу выбрать? Нигде не могу. Только здесь. И только нож мы можем использовать. А, нет, выберите инструмент топор. Хорошо, забрать все мясо. 16 минут всего. Шкура. Час. И час сорок. У нас хватит костра? Не хватит костра. Добавить топливо. Два часа 30 минут. Потрясающе. Все сгребаем. Все кишки. Отлично. Теперь остался лишь муляж оленя. Волки воют. Не нравится это. А, вороны-то здесь летают. Поэтому так много перьев. Я же забыл, что они кружат над трупами. Собственно, что теперь делать-то? Идти обратно? Не знаю. Погодите. Еще рано. Давайте мы туда сходим. Полутаем что-нибудь, может быть. Ох, кто это тут у нас такой? Маленький... О! Ну, я что-то не ожидал. Какой-то такой весь неприятный был. Ты весь неприятный мужик. Такой неприятный. Хватит меня пугать. Фу. Тварь. Здесь довольно-таки резкий спуск вниз. Я точно не заберусь обратно. Поэтому пока я туда не буду нырять. Хотя очень хочется. Честно признаюсь. Очень хочется туда нырнуть. Я вообще люблю всякие такие места. Еще вороны. А, нет. Эти над оленем, а те над наблюдательным пунктом. Опа, еще камешки. 4 из 165. A dirt path well worn by... In by children with big imaginations. Ой, блин. Вот тебе! Сраная кучка! Зачем ты это сделала со мной? Из-за тебя я просто так нажал. Ой, говно. Вот это обида. Я просто хотел прочитать надпись еще раз, чтобы понять ее. И в итоге взял выстрел случайно. Я просто слил один патрон. Ой, кто это тут у нас? Дырочка в скале. Сегодня мне что-то везет. Просто совсем чуть-чуть прошелся. Я небольшой участок-то прошел. Небольшую площадь. А столько уже всего нашел. Я вхожу. Да, я вхожу. Здесь чертовски пусто. Правда? Это свинство. Это какое-то свинство. Нельзя делать пещеру и ничего в ней не сделать. Будь я разработчиком, я бы сюда бонусы всякие клал постоянно. Но эти ребята, наверное, просто очень ленивые. Ну, что поделать. Я все равно буду играть в The Long Dark. Грибочки собираем. Будем варить грибной суп. Я люблю грибной суп, кстати говоря. Он сейчас бы сожрал грибного супа. А помните... А, ребят? Помните эти старые времена? Добрые времена. Когда я бегал такой. Не знал, куда иду. Искал люк. Для меня люк был тогда чем-то таким... Люк. В этом месте есть какой-то тайный люк с кучей припасов. Сейчас припасы это не такая проблема. Аааа! Вот настоящая проблема этой игры. Растяжение и боль. Внезапная боль и внезапное растяжение. Вниз, вниз. Валим со склона. Ааа! Пожалуйста, склон, я ухожу. Я понял твой намек. Все, я ухожу. Ааа, блин. Вот это настоящий враг этой игры. Ааа. Ладно. Все в порядке. Сейчас домой придем и все будет окей. А что там внизу у нас? Там мы просто спустимся и... Да, на ту дорогу. Так давайте спустимся, что мы? Не спустимся, что ли, думаете? Спустимся. А потом поднимемся обратно. Все на ковыляющих кривых ногах. А давайте, знаете что? У нас есть обезболивающее. Что-то нам можно... Господи, как много мы повредили всего. Применить на ступню. Потом давайте еще что-нибудь применим. На правую ступню, конечно же. На еще одна правая ступня. Вы что, прикалываетесь? Я что-то не понял. Что, не работает нифига? А, нам нужна повязка. Я просто так сейчас сливал, получается, да, эти таблеточки? Ну, конечно. Ведь только так я и умею. Они просто каждый раз меняют методы лечения. Кто так делает, блин? Кролики, кролики. Вы не представляете, насколько сильный соблазн сейчас грохнуть их из револьвера. Ой, что это? Я оленину попахивающую уронил. Нет. Мы решили, что мы кишки высушим. И только потом будем охотиться на кроликов с помощью капкана. Я вам не какое-то там животное. И я не убиваю маленьких милых зверят. Это за меня делают мои устройства. Там машина. Длинный поворот. Новая месость какая-то. В этой игре все намекает на название игры. Что лежат здесь? Спички, соды. Отлично. А что в багажнике? Газета. И все? Это тупик, по-моему. Да, это тупик. Здесь шиповник растет. Неужто все. Даже, может быть, можно пойти наверх. И тут нам откроются дополнительные места. Секреты какие-нибудь, да? Например, это бревно здесь вот так вот. Оно не зря здесь лежит. Мы по нему можем пройти. Что-то я запыхался. Что-то все такое полумутное. А, у меня стамина на нуле, да. Идем. Ой-ой-ой-ой-ой. Как я мог не заметить, мистер вас. Сейчас я тут похожу немножко по бревну и посмотрю. Может, что-то еще интересное есть. Вот, например, кучка. Кажется, я адски устал. Все, давайте залутаем чувака. Тут, кстати, перья еще лежат. Нам понадобится. Будем стрелы делать. Фонарь. Ну, это не фонарь нифига. Тут ты тупой, мужик, а? Иди сюда, посмотри на меня. На меня посмотри. Блин, он не может на меня посмотреть, на нем снег. Ничего, сейчас мы ему сделаем глазки. Вот, так-то лучше. Теперь у тебя есть лицо. Теперь смотри сюда. Ты, ты тупой, а? Это был факел, а не фонарь. Не могу, меня окружают одни идиоты. Где твой рюкзак? Я ограблю тебя только из-за этого. Патроны для револьвера, спасибо. Нет! Да нет же! Тупая игра! О боже мой! Как мне бесит это все. Видишь, что ты наделал? На тебе! Куда наделась? Ты что? А ну отдай. А ну отдай факел. Это не факел, это флеер тупица. Отдай мне его. Не, ну правда, что за фигня? Куда он делся? Прости, что я бы тебя плюнул, чувак. Ну пожалуйста, факел отдай, флеер отдай. Как хочешь называй. Он просто заныкал себе. Под себя. Теперь смотрит на меня, как тролль. Ладно, ты сам себе хуже сделал. Потому что ты подсветил себя. Теперь каждая тварь в лесу захочет прийти сюда, позырить на тебя и обоссать. Я это уже сделал. Друзья, становится опасно. Солнце потихоньку заходит. Я потихоньку устаю. Надо пойти восстанавливаться. А идти-то далеко. Да ладно. Есть. Смотрите, березки маленькие растут. Это то, что нужно. Их можно на веточке, да, будет разобрать? Высушить и сделать лук. Как раз у меня есть топор. Сломать березку. Подохни, березка. Все, я окажется в говно просто. Ой, уже красный глаз. Я костаться начинаю из-за этого? Все, с тобой будет нормально. Не ссы. Сейчас врубим нашу длинную походку. И все будет зашибись. Ой, что-то я кидал. Да. Ну что, включаем? Фу, отлично прошелся. Блин. Где эта радиовышка дебильная? Сколько уже можно идти к ней? Игра, ты не понимаешь? Я устал. Ты тупая, что ли? Игра. Где вышка? Вон она. Пряталась за деревом. Дерево, блин, говно. Я явился. Наконец-то. Сейчас смогу отдохнуть. Я прям устал, как этот чувак. Я даже, наверное, сильнее. Надо найти место, где мы можем разложить все, сушиться. Вот здесь наш рабочий кабинет будет. Тут все и будет сушиться. Бросить, бросить. Шкура бросить. Теперь все это будет сохнуть. Все, давайте спать на максимум. 12 часов. Да, без проблем. Я и больше сплю. Риск растяжения. О, все еще есть. Это еще почему? Потому что нам нужно сложить много лишнего камня. Вот нафиг я их с собой таскаю? Я даже не понимаю, если честно. Я же не буду все равно кидаться ими в кроликов. Можно просто выбросить. Но так и быть, я их просто пока сложу. Все-таки они лежат у меня в инвентаре. Значит, они, в принципе, мне родные. Они мои. Их не дам никому. Кстати, мы можем пожарить мясо пойти. У меня полно веток. Сейчас их и буду расходовать. Разжечь. Я не буду тратить горючее. Оно мне понадобится потом. Хватит дуть ветер. Не дуй. Давай, давай, давай. Есть. Поставим сейчас котелок. Я ленину туда. Сварим ее, да. Почему бы не сварить просто? Готовить. Вот так. Так делается? Так можно? И в пустую банку еще воды сейчас намутим побольше. Готовить. А, все это делается вот само по себе. До закипания 2 минуты. До готовности 7 минут. Отлично. Давай, скорее готовься. Все, воду забираем. Осталось ты и мясо. И мясо готово. Забрать. Все забрать. И котелок поднять. А, он горячий. А я его положил прямо в карман. Прям голыми руками. Я думаю, я пойду куда-нибудь вниз. Спущусь с горы, да посмотрю, как дела. Кстати, сколько мы уже прожили с вами здесь? Два с половиной дня. О, у меня тогда идея. Никуда не пойдем. Давайте добьем эти полдня. Прямо здесь. И возьмем все свое барахло. И переместимся в амбар. И это будет наша цель на сегодня. Завершающая будет миссия на сегодня. По-моему, отлично придумал. Да, я буду нести все это барахло. Возможно, даже и камни возьму. Скорее всего, возьму. Обязательно возьму, конечно же возьму. За кого вы меня принимаете? За какого-то там богатого транжиру? У меня всего 5 камешков в кармане. Я дорожу ими. Я их возьму с собой. Пожалуйста, пожалуйста. А, 2,9. А уже ночь. Но в ночь я уже не попрусь. Хотя попрусь. Есть! Блок радиоуправления. Место осмотрено. Ну раз осмотрено, так все. Валим отсюда. Все манатки собираем свои. Ой, что это у нас лежит? Неужели оружейный патрон, который я не заметил? Че это я его не заметил-то? Я что? Я вроде аккуратненько так смотрел повсюду. Его там не было. Он просто появился. Кто-то подложил мне патрон. Мафия. Все та мафия, которая заявил я в прошлом выпуске. Она вот, вот она, вот да, это она все делает. Естественно, в этой игре я предусмотрена мафия скриптами. Это не то, что я бы там какую-то хрень выдумываю. Лишь бы вас развлечь. Нет. Все камни, я сказал, забрать. Все бревна взять. Все книги. Давайте посмотрим на скорость перемещения. Ну уж нет. Я даже не смогу выйти так. Хорошо, давайте. У нас полно одежды, которую можно просто разорвать на ткань. Разорвав все эти шмотки, мы очень много веса себе освободим. Я все шмотки разорвал. Оставил только про запас походные ботинки на случай, если вдруг на меня медведь нападет и раздербанит вот эти. Освободил очень мало места. Блин. Игра проучила меня. Она сказала мне, хватит ерундой страдать. Бросай свои камни. Хорошо. Ааа. От себя оторвал. Как вообще прокачать вес моему чуваку? Это, блин, отстой какой-то. Сколько можно? Всего 30 килограмм на себе носить. Да это чушь. Можно больше носить. Я уверен просто. Я не носил, конечно, но я уверен. А уверенности достаточно. У нас только одного бензина на 5 килограмм. И еще вот кедровых дров, блин, на 3,5. И еще на 5 килограмм. То есть 10 килограмм вот этого вот. Но я же не могу это бросить. Нет, не могу. Но игра говорит, что я вынужден, да? Ты ведь это пытаешься мне сказать? Ты вынужден это бросить? Евгений, мать твою. Ладно, хорошо. Что еще могу тебе сказать? Давайте половину бросим бревен. Еще книгами на 6 килограмм бросить все книги. Ладно. Черт с ними, с книгами. Вот. Все? Все? Все довольны? Идем. Грабим говно такое, да? Что скажешь? Как у нас там по ощущению? Минус 15, офигня. О, а почему бы нам не развести костер себе? Надо приготовить нашу оленину до конца. Что-то как страшно стоять, да? В таком месте. Представьте, вот там сзади нас огромный темный лес. Очень неприятно осознавать. Вот там. А мы на улице. Открыто. Жуть. Готовить. А пока, знаете что, мне кажется, можно пойти тупо поспать. Один часик, да. Я же не подкинул дров в костер. Иди сюда, дрова. Дрово. О, она приготовила. А, ну как раз таки до 20 минут, что костер горел, а львина приготовилась. Съешь это. Забрать котелок. Мой котелок. Он же мой родной. Я его вот этими руками носил, качал, готовил в нем. Он своровал его и этими же руками из дома. А что мы, вот зачем мы это делаем? Просто я не понимаю, для кого мы стараемся так? Мы же можем пойти и немножко поспать. Сейчас уже будет день. Блин, вот все это время могли бы просто мои вещи тупо сушиться. Но нет. Я думал, я такой сразу пойду и не буду ждать. Столько книг. Посмотрите, 12 книг. Это внушительная коллекция. Два часика поспим. А может быть, забрать все наши дрова? Я думаю, что книги именно занимали очень много места. Книги, вы видите, я продолжаю все равно хорошо идти. А значит, можно забрать наши камни и кружку. Все, прощайте книги. Только вы мне и не были нужны. Да, детка. Кто-то... Кто-то пробрался на территорию. Но мы разминулись с ним, к счастью. Теперь нужно быть очень осторожным. Нам надо будет не ходить по крутым склонам. А все так, чтобы было ровненько, спокойненько. Нам надо выйти на дорогу. К сожалению, это крутой склон, но я не могу ничего поделать. Только так и могу пойти сейчас. Ой-ой-ой, риск, риск, стоим. Я заметил, появляется красное... Вот красное пятно появляется справа внизу, когда риск растяжения или перелома. Поэтому аккуратненько. Видим эту штуку, тормозим. Все нормально? А, мы просто стоим на этом месте. А это место очень опасно. А если мы присядем? Тоже не лучше. Кстати, мы можем вообще туда не идти, потому что я не смогу спуститься по этому тросу. Я очень толстый. Мне нужен револьвер, я думаю. Потому что, мне кажется, я видел волка. О май гот! Я видел его и правда. Но началось. Вон он идет. Но он не шарит, он плохой волк. Он не знает, как пользоваться нюхом и слухом и зрением, чтобы увидеть меня здесь. Правильно. Смотрите, как я запутываю следы. Он не поймет. Он не поймет. Куда идти? Куда преследовать? Он поймет, что эта добыча очень умна. Я бы сам не понял, куда человек пошел в итоге. Он далеко уже. Опасность миновала. Пошли. Сдается, мне нужно вот туда, вниз по склону идти. О, смотрите, еще кучка. На всякий случай возьму фонарик, чтобы не выстрелить. Гарри the cat, my lonely friend. В целом, я понял, что нет смысла особо эти кучки трогать. Там просто люди, которые помогали игре, спонсировали ее. Просто их какие-то фразы. Мне нет дела до этого, мне надо выживать. Ведь моей кучки здесь нет. О, блин, опасность, опасность, друзья мои. Кажется, здесь я прокоцаюсь очень сильно. Вот бы были лыжи, было бы здорово. Как страшно, сейчас кацанусь. Есть, ты спустился, хорошо. Вот этот мост, который ведет к амбару. Там труп валяется. Идем к трупу, разумеется. Предварительно затариваемся Тимофеевкой. Оп, вороны исчезли. Почему? Что, труп тоже исчез? Его завалило снегом? Нет, труп на месте. Обыскать труп. Он пустой. Зато дрова есть. Брать. Ах, наконец-то эта полянка виднеется уже. Как-то толпался идти. На самом деле, расстояние вообще мизерное. Просто я очень жадный. Я вхожу в территорию. Ха-ха. Где приветственная надпись какая-нибудь? Например, Евгений, приветствую, вы дошли. Поздравляю. Включи фантазию, представим, что я приехал сюда на своей машине. Ой. Как классно прокатился, только вот забыл вещи из машины забрать. Все это я, конечно же, заберу. Я много с собой взял. Или не очень. Потрепанные перчатки и спички. Это я с собой беру всегда. Теперь надо до амбара дойти. А ведь я уже очень... Какие маленькие шажочки. Как будто я карлик. А вон олень. Даже два. Женек, это я олень из будущего. И я олень из будущего. Да-да-да, этот самозванец. Нет, ты самозванец. Ну ладно, да, признаюсь, я просто олень. А я настоящий олень из будущего. Я что-то на тебя в обиде, Женек. Да ладно, что такое? Ну вот какого фига ты используешь мою заставку, а меня вообще не вставляешь? На чем ты вообще? Вот в начале видео ты вот сделал это. А я даже не отыграл свою роль. Ну, прости, ладно. Сделай это. Сделай это. Все же ждут от тебя этого. Ха, обманул тебя. Я настоящий олень из будущего. А тут просто мой дублёр. Да, провели тебя. Это за то, что ты заставку поставил без меня. Я тебя наеб***. Олень подкалывающий. Наеб***. Евгений мёрзнет. Он так близко. И это так далеко ещё идти. С этими шажочками позорными. Оно того стоит, конечно же. Эти игры. Эти игры с долгими ходьбами. Как это всё сложно. Ну давай, 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 дверь. Давай, 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 давай. Наконец-то. Я мёртв внутри, друзья мои. Мёртв просто. Тут записка какая-то. А, интересно, не очень. Это вам не сюжетка какая-нибудь, чтобы записки читать. Ещё один топор. Конечно же мне нужно два топора. Наконечник стрелы. О, замечательно. Что ж, давайте посмотрим, как много можно здесь уместить. 5 килограмм всего. Ну, допустим, все наши брёвна. Посмотрите, только брёвна и смог положить. Ой, кто этот у нас сидит, а? Чё не встречаешь меня, как своего гостя почётного? Потому что ты нычишь от меня потрёпанные ботинки, да? И факел. Позорное ты существо. Я не планирую сейчас лутать этот амбар. Я просто хочу найти место, где я смогу прилечь. Кажется, мне придётся здесь спать на своём собственном мешке. Да, здесь, видите, полно всяких ящичков, станок есть. И, короче, берём и кладём наш саный обоссанный матрасик. И спать. Настало утро, и нам нужно лутать этот домик. Но мы это будем делать в следующей серии. Мы дошли до амбара. Мы выполнили первый пункт из списка, а там их ещё очень много. Поэтому придётся долго нам играть в эту игру. Ещё пять лет. А сейчас мы просто заканчиваем этот видос. И огромное спасибо всем, что вы посмотрели его. Надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, вступите в группу ВКонтакте. Вступите в мой Инстаграм. Всё будет в описании под видео. Не забывайте про колокольчик. В общем, вся эта стандартная. На самом деле, я могу один раз записать эту прощалку. И каждый раз её крутить. После каждого видео. Может быть, мне так и сделать, а? Будем прощаться всегда одинаково, сочненько. Но я этого не делаю, потому что хочу, чтобы каждая концовка была всё равно со своим настроем. Больше подходящим к видео. Поэтому я такой вот... У меня нестандартный подход к созданию контента. Я такой оригинальный, классный. И даже если слова одинаковые, то могут быть всякие непредсказуемые моменты. Например, пять.